На саратовском предприятии перерабатывают астраханский продукт. Местного здесь минимум. Дела у нашего рыболовства неважные, считает директор Марат Резапов. И тому, что сфера вошла в список убыточных, не удивляется. Сотрудничать с коллегами с Нижней Волги ему выгоднее. Там и рыбы больше, чем в Саратове. В Саратовской области добыча рыбы, я думаю, что является убыточной. Вследствие того, что давно не обновлялись рыбные суда, большие затраты на постройку холодильников на берегу. И немногие производственные кооперативы себе это могут позволить. Отсюда высокая цена на рыбу и ее неконкурентоспособность, например, с рыбы из Астрахани. По данным Саратовстата, больше всего убыточных предприятий оказалось, как ни странно, и в сфере нефтяного бизнеса. Работа с черным золотом, говорят экономисты, уже не так привлекает предпринимателей. Высокие акцизы, большие риски. На Саратовском заводе к данным статистиков отнеслись настороженно. И о своих делах говорят формально. Во-первых, нам нужен в письменном виде запрос. Откуда эта статистика, кто вам дал, откуда прямо выделил, должно быть написано. И у нас это делается так, как мы входим в компанию «Роснефть», то нам нужен этот запрос, мы его отправляем в Москву. И вообще, по логике, вы его должны отправить. Специалисты говорят, что в списке нерентабельных может оказаться и вполне прибыльный бизнес. Все может измениться уже через полгода. Ведь факторов, влияющих на данные статистики, много. Имеет значение даже сезон. Это, возможно, и реализация каких-то затратных инвестиционных проектов, которые, опять же, будут непосредственно рентабельность или прибыльность этого вида деятельности уменьшать. Это, возможно, и какие-то фискальные моменты налоговые, отчисления и так далее. По словам экспертов, несмотря на сферу деятельности, кризис действительно способен поглотить даже самое успешное предприятие. Например, недавно в области ушло с молотка крупное рыбное хозяйство. Оно планировало обеспечивать продукции, в том числе осетровыми, практически весь регион. Там обновили оборудование, сделали ремонт. Однако недавно хозяйство обанкротилось. Более того, его продали в 27 раз дешевле номинальной стоимости. Кристина Трушина, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив.